Ловли на прудах. Мы находимся на самом большом искусственном водоеме в Европе, на Ижевском пруду. Первым объектом для нашей городской рыбалки был выбран окунь. В один из выходных на Ижевский пруд съехались несколько любителей ловли на активные приманки и затеяли между собой небольшое неофициальное соревнование. На самом деле, опыта в ловле окуня в таких водоемах у меня не сильно много. Благо, помощников у нас сегодня большое количество, поэтому вся надежда, скорее, даже на них. Но, тем не менее, минимально, что я сделал. Конечно, ловлю я начал с самого маленького представителя искусственных приманок, с маленького балансира, размером где-то 2,5 см. Ну и, естественно, тройничком с капелькой, который, собственно, должен раздражать окуня при мормышении. Единственное, что сразу же около берега мы, наверное, немножко не угадали рельеф, потому что идет сброс воды и глубины там, где до этого были где-то 1,5-2 метра, сейчас всего сантиметров 50. Поэтому мы будем, наверное, смещаться немножко глубже, вглубь Ижевского пруда и уже там искать окуня. Окуня, на самом деле, здесь ловили достаточно крупного, прямо около берега, вот в этом районе, на обычный балансир, размером там от тройки до пятерки. Поэтому поимка его, возможно, везде и даже на 8 метрах. Григорий, я думаю, что сейчас вам сам расскажет, с чего он начнет, потому что он тоже специализируется, как и мои друзья, на ловле окуня на водоемах без течения. Специфики достаточно много. Я думаю, что это большая размерность и может быть цвет. Окунь в стоячих водоемах может располагаться где угодно, не особо даже привязываясь к каким-то определенным корягам. Ходит за кормовой рыбой. Чтобы его найти, я применяю сначала балансир, с достаточно активной игрой. То есть ходишь, ищешь, находишь где-то печки. Если клюет и ловится на балансир, продолжаю ловить на балансир дальше. Если он печется, проявляет какой-то интерес, ну, допустим, по ехолотке или по камере видно, что он подошел, но не ловится, можно попробовать ловить на вертикалку более мелкого размера. Но вот сейчас я пока ищу его. Не обязательно привязываться к каким-то там перепадам и прочим. Он может быть где угодно, там, на глубинах вплоть до 20-30 сантиметров подо льдом. Есть вариант пораскачивать лунки, даже если его нет. Приходишь на лунку, активно играешь, активно приманкой, а потом сразу же переходишь на вертикалочку. Сейчас я ловлю на небольшой балансирчик. С виду обычный балансир, но он с изюминкой. Это так называемый разборный балансир. Часто бывает, что при ловле, особенно когда активный клев, вот этот подвесной тройничок ломается, и ломается сама петля крепления этого тройничка. Здесь же это все легко очень разбирается. Очень быстро и легко заменить подвесной тройничок, даже в сильный мороз. По моему мнению, в стоячей воде он более закормлен, кормовая база у него более обильная, так как мотыля больше всего, больше, особенно мелкий окунь, вперед сложнее. А на течении он обычно это все равно более голодный, и поклевки более чаще идут. Если он его видит, он атакует. А стоячей воде его уговаривать надо, можно так сказать, потому что он может стоять 5 минут и смотреть на твою блесну, и даже не обратить на нее внимания. Тут надо больше знать рельеф. Где-то ямка, чтобы была какая-то, где-то коряжка, самое оптимальное, если знать, где она лежит. Какой-то перепадик. А на течении, особенно если это камень, там уже он жмется под какую-то бровку, там больше надо искать какой-то камень, какой-то затишок, или что-то еще в этом роде. В стоячей воде чаще использую блесну. Самый максимум это 2,5-3,5 сантиметра, потому что, по крайней мере, на этом пруду крупного окуня я не видел. Самый максимум где-то сантиметров 15. Это грамм на 150. Под каждую блесну своя игра. Какая-то блесна на коротком подбросе лучше работает, какая-то на длинном. Стандартно здесь работает по глухозимью эта мармопедка. Это вот мармопедка. Это так называемый рожок. Нашего местного мастера. Мармопедка работает на коротких подбросах. Она ближе к глухозимью. А это больше плавающая блесна. Она играет, имеет свою игру. В принципе, работает на подъеме. Чаще всего ты его блесной просто привлекаешь, пытаешься, чтобы он подошел просто. И когда начинает тыкаться и не берет, тогда лучше поменять блесну или приманку. Смена приманки тоже дает хороший результат. Удочки на окуне бывают абсолютно разными. И у каждого рыболова, я думаю, что есть свои предпочтения. Чаще всего встречаются удочки с кивком. Это позволяет увидеть легкие касания хищника. У Григория, например, стекло пластиковое. Мне все-таки привычнее ловить окуня на удочку с кивком. Потому что промышление – это еще один из самых таких частых способов уговорить полосатого. А без кивка делать это сложнее, но жестче получается проводка. Лучше всего использовать какие-то тонкие снасти, чувствительные. Вот чувствительное – это немаловажно. Потому что бывает он пассивный, подходит, и как будто бы нюхает приманку. Поэтому я использую такую самодельную удочку. Это углепластиковый шест, жестко вклеенный в пенопласт. Есть мотовила и леска. Ну, флюрокарбон все-таки предпочтительный, потому что он меньше тянется. И сенсорность снасти в целом увеличивается. То есть не всегда даже видно по кивку, что он подошел. А вот углепластиковой удочкой буквально кончиками пальцев чувствуешь, как он подошел в одну приманку. Касаемо тонкости снасти, это все подбирается индивидуально. То есть вот для этого водоема это будет леска 0,18 и вот такая удочка. Для какого-то другого водоема подобного, но с более крупным окунем или с более активным окунем, может что-то более мощное, но в то же время опять же чувствительное. То есть на грани. Ну вот, почин есть. Ткнулся, легкий ударчик и все. И больше наверно. В воду, где тяги нет, вода спокойная, то есть тяжелые приманки не нужны. Соответственно, используем что-то более легкое. Но, опять же, не бывает правил без исключений. То есть, поэтому всегда с собой в коробочке блесны и балансиры разных размеров и весов. Что касается сегодняшней ловли, вот на балансир местного ежевского производства была пара тычков. Пытаюсь доловить блесенкой. Желтого цвета, треничок с красной каплей. Сейчас попробуем. Может быть, и получится доловить. Рыба на нашем порту, ну, на мой, довольно, может, субъективный взгляд, хитрая. Кормовая база тут приличная, поэтому бывает сложно вообще чем-то заинтересовать рыбу, чтобы был активный клев. Но, опять же, раз на раз не приходится. То есть на одном и том же месте практически с разницей в несколько дней клев может разительно отличаться. Это актуально не только для нашего водоема, это, в принципе, актуально везде. Техника такая, отлично у меня. Найти дно, постучать по дну приманкой, неважно, блесной или балансиром. Появляется муть на дне, что, в принципе, рыбу привлекает. Ну, и дальше уже облавливать горизонты. То есть начинаем со дна и поднимаем. То есть игра, ну, если брать блесну, это взмахи с паузами. 10-15 секунд. Если поклевок нет, то меняю горизонт ловли. То есть облавливаю средний слой воды. И если также поклевок нет, проверяю место прямо под кромкой льда. То есть рыба может быть где угодно. Даже в течение дня горизонты ловли приходится менять. Хочу вас познакомить с моим хорошим товарищем Алексеем Васильевичем Ларионовым. Это наша местная рыболовная легенда. Человек, который, можно сказать, практически... Ну, вот, и устраивали межсобочек такой. Вот, и, соответственно, в масштабах Уднурской республики мега-спортсмен абсолютно по всем видам рыболовного спорта. Я знаю, мормышка, блесна, спиннинг, спиннинг с берега, с лодок. Поэтому очень интересно будет узнать специфику ловли. Алексей Васильевич часто и соревнуется, и ловит сам на блесна. И балансир на Ижевском пруду. Какие-то нюансы, может, маленькие секретики. На что чаще клюет? На балансир, на блесну? Ну, балансир, как правило, это начало зимы, перволедок. Ну, средина зимы – это блесна. А потом уже начинается с переменным успехами и балансирчик, и блесна. Но самое-то главное, чтобы погода была стабильная. Как правило, к стабильной погоде всегда клюет. А вот когда один день солнце, другой день снег, третий день метель, вот тут уже, конечно, рыба-то капризничает, как сегодня, например. Ну да, особенно как и спиннинговый ловли. Погода может быть плохой, но главное, чтобы она была стабильна. Два-три-четыре дня, и на следующий будет клевать. Да. А что касается сегодня, идет снег и тепло. Вот. Вот там. Я так понимаю, это первая рыба. Это первая рыба, но очень желанная. Самая желанная. Дело в том, что сейчас в нашем паре, я знаю, что несколько участников поймали по одной рыбке, и вот сейчас, наверное, тот, кто следующий, тот и будет лидером. Потому что активность не очень большая хищника, и на камеру поймать дорогого стоит. Очень. Поэтому, наверное, продолжаем разговор. Причем очень приятно на камеру поймать. Да. Так, а что касается расцветок, освещения и прочего. Ну, как правило, в такую погоду на беленькую лучше берет. А с чем это связано? Ну, по освещенности. В воде темно. Поэтому более светленькая нам как бы предпочтительнее получается. Отблизительно. Да, но это по нашему мнению о окуне. Иногда он и наоборот, и на темную медную берет. Интересно. Глубины, дипозон глубины все-таки под окунь на нашем пруду? Ну, под мелкого окуня, конечно, это все-таки миляк. А крупный, это вот свалый, 3-5 метров. 3-5 даже. Да. Щуку удавалось поймать у нас на блесну здесь. Да. Да, но это вот все там повыше. Чуть подальше. Да. Есть. О! Вы, наверное, видите, окунь не сильно больше в блесне, но тем не менее. Серия с одной лунки, но это уже здорово. Прямо я скажу, что камера очень положительная влияет. Если этих слов мы сейчас просто обязаны ко всем пройти и всех приснимать. Мельхиор. Вот такого цвета. Пропаян, пост 90, тоже беленькая. Для такой погоды очень хорошо. Окунь привязан. Он не любит пустыню. Он любит коряжки, любит растительность какую-нибудь. Ну, зимой она, конечно, опадает, но все равно над ней что-то остается. И как бы это все задерживает еще и малька. Ну, то есть кормовую базу. А окунь, ему что нужно? Ему нужно покушать. Если покушать нет, значит, он там не держится. Мы вот сегодня пошли вон туда на мыс. А на мысу, оказывается, там уже вода-то упала, и мы сверлили в дно. Идти тяжело. Сил потрачено много. И вот в результате мы вернулись, можно сказать, обратно и чуть дальше. Ни погода, ни клев нас в этот день не радовали. Поимки окуня были крайне редки. Ближе к полудню рыба немножко активизировалась. Переместились на другое место. Ну, так же все клюет мелкий окунь. Хотя бы вот лунки раскачиваются, и на них происходят уже поклевки более-менее уверенные. Продолжая ловить так же на балансир, он себя проявляет, клюет и попадается. Пока желания перейти на вертикалку нет. На балансир ловить проще, не стоит там вдваться в какие-то тонкости подачи. То есть рывки обычные, вот он восьмерку свою там выписывает, нежели с блесной. К блесне надо еще подобрать игру как к виду блесны, так еще и непосредственно в тот день, когда ловишь. В зависимости от активности рыбы. Ух ты, монстр! Горбач! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Отвезенного времени. И пока в явных лидерах Алексей Васильевич, который умудрился поймать более пяти, по-моему, окуней. Как вы видели, ловил он на вертикальном блесну. Но, видимо, все-таки ты сейчас предпочтительней. Поэтому в лидерах пока он. А у меня времени остается на ловлю немного. Я на самом деле сегодня вообще ничего не поймал. Видел пару подбросов. Сложно. С водой без течения, честно говоря, у меня всегда сложно. Тут надо очень много терпения. И немного удачи. Если на лунке долго-долго не клюет, помогает такой вот прием. Высокий подъем, практически без пауз. Резкие взмахи. Пять, шесть, семь таких вот взмахов. Пауза. И потом уже начинаем слегка подавать. Кстати, еще очень интересный прием есть. Вот мы нащупали дно. Выставили горизонт, делаем. И начинаем подавать. Постоянно приподнимая чуть выше. То есть меняется горизонт, примарка как бы кверху идет. И в конце подъема выдерживаем максимальную паузу. Погода радует, конечно. К мокрому снегу и высокой наледи добавился еще мокрый снег с неба падающий. Практически горизонтально идет. То есть ветер присутствует, мягко говоря. Ну, тяжелые условия. Поэтому сложный окунь. Но мы не унываем. И, кстати, даже кое-кто ловит. Правда, всего один человек в достатке. Пошел снег. И рыбу как будто бы выключили. Ну, ребята ловят на вертикалочке. У них какие-то поклевки есть. Пойду пару-тройку ловнук еще проверю с балансиром. И тоже, наверное, перейду на вертикалку. Потому что окунь, видимо, встал. Просто встал. Наша дружеская пари завершается. И в нем уверенно победил Алексей Васильевич Ларионов. Но, собственно, это было ожидаемо. С его опытом, опытом ловли на воде без течения, отлично отработала вертикальная блесна. Что важно. Если все ловили на вертикалке, на балансиры с тройниками, он начал ловить после того, как поставил один нарник с маленьким ярким розовым кемриком на крючке. И вот после этого начались поклевки. После этого он поймал свои 10 куней. И заслуженный, собственно, кемрик.